Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами пришли на уличный блошинный рынок. Я нахожусь в Германии на блошинном рынке. Посмотрим, что сегодня вынесли люди и продавцы винтажного товара. Я думаю, что особо много комментариев даже и не надо. Конечно, глаза ваши сами выхватят то, что вам интересно на столах продавцов. Такие вот остатки сервизов самых разных можно встретить на столах, когда у людей уже половина вещей разбилась, и они выносят все, что осталось на барахолку. Возможно, придет человек, у которого тоже не хватает каких-то частей сервиза, и может купить недостающие. Вот эти чашечки мне очень понравились. Там вот их, видите, несколько, но, к сожалению, у продавца не было тарелочек к ним. Точнее, может быть, где-то у нее есть, но в этот раз она их с собой не взяла. Тарелочка привлекла мою внимание, симпатичная такая. Все, видите, за 50 центов в этой коробке. По-моему, это была тарелочка из Икеи. Вот у этого продавца всегда много интересных всяких мелких предметов. Интересно рассматривать. Очень большой труд все разложить и потом опять забрать. А здесь, смотрите, коробка. Все по 20 центов. Вот кто-то вышивал. Картинки, старинные рамочки черные. А это кольца для салфеток. Вот что-то типа керосиновой лампы. Но, по-моему, это просто такая вот обманка, не настоящая. Здесь такой вот маленький кашпост с двумя голубями. Тоже симпатичная вышивка. Это я не знаю что, а какая-то куколка. По-моему, национальный сувенир. И сапог из янтарного стекла. Старые мельнички для кофе. Кипы журналов, какие-то рекламные жестянки. Ну, не знаю, это на самом деле винтаж или это уже сделано в наши дни под старину. Пластинки и прекрасный фарфор. Очень красивые чашечки мне понравились. Валендорф такая вот у меня есть. И вот это вот тоже очень понравилось. Бирюзового цвета с очень красивой ручкой. Тарелки с нежным рисунком, без фирмы. Но рисунок просто замечательный. На них только две тарелочки было. Вот видите, сколько много всего. Обычно где-то вот 3-4 улочки. Таких метров по 100, наверное. И на них, на этих улочках стоят продавцы. Каждый с своим товаром. Старинный молочник. Жаль, вот весь такой уже потрескавшийся. Но очень красивый. Посмотреть на него одно удовольствие. Вот еще один. Это был в более хорошем состоянии. Вот смотрите, Кестнер. Фирма. Тоже такой вот старинный. Рубеж 19-20 веков. Деколь с прорисовкой. Очень красивый. Не помню, сколько на него продавец хотел. По-моему, 12 евро. Что-то типа того. Я уже не помню. Вот белая тоже там вазочка на ножках стоит. Красивая. А это альбом со старинными открытками, фотографиями. Слушай, я спросила. Каждая открытка продается отдельно. То есть у него там, видите, есть еще много альбомов всяких разных. И все продается по отдельности. Красивые девушки. В основном. Начало 20 века. Где-то так. Здесь швейная машинка, веритас. Опять пластинки, кассеты, детские игрушки. В общем, кого что дома завалялось, то и выносят на блошинный рынок. Иногда вот так вот стихийно ставят просто на землю. Не обязательно на столы. И люди ходят, выбирают. Блошинные рынки у нас очень посещаемые места. Люди в Германии обожают барахолки. И блошинные рынки. И с удовольствием их посещают. Зеркальце винтажное. Ну что-то как-то оно так сделано, видите, шурупами. При пределах, но что-то мне показалось, как-то так не должно быть. Здесь опять на земле лошадь-качалка. Здесь тоже все стоит просто на земле. Видите, для кошки лежанка продается. И домашние цветочки. Кто-то рассадил. А вот здесь вот я с удовольствием покупаю домашние сливы. Выращенные. Без химикатов. Вот этот стол мне тоже понравился. И я тут стала приценяться к остаткам сервиза. Ваймар. И купила у этой женщины прекрасное трио. Ваймар. Как-нибудь в одном из ближайших показов покупок я вам его обязательно покажу. Здесь очень много, как вы видите, стекла, хрусталя. У меня есть вазочки из цветного стекла, из богемии. И вообще очень много всего. Корзинки, разные стекла. Вот в Альтер Глаз корзинка стоит. Разные салатники стеклянные. Вот здесь красивые чашечки. Вот красивая чашечка сине-белая. Видите, это, к сожалению, она вся в трещинах. Наверное, старинная вещь. Вот тоже похожа на старинную чашечку. Вот таких чашечек было два. Были две. Тоже красиво. Это такой уже более современный фарфор. А здесь коробка с разными железками. Такие вот ручки дверные с замком. Металлические щетки. Из чего только нет. Но это уже не из дома. Это уже продавцы, которые занимаются этим профессионально. Вывозят из каких-то старых домов вещи на барахолке. Вот это у продавца всегда. С одной стороны стоят коробки, где все по одному евро. А с другой стороны стоит ряд коробок, где все по 5 евро. Но люди так часто смотрят эти вещи, что перекладывают из одного ряда в другой. Поэтому нужен глаз-то глаз. Потому что одноевровые вещи оказываются в коробках по 5 евро. И наоборот тоже. Здесь надо долго копаться, рыться. И много времени на это тратить, чтобы найти что-то интересное. Книга с рецептами готовки с участием сыра. Разные блюда. Такой вот барометр домашний. Еще рецепты для тех, кто страдает ревматизмом. Весы, часы. А вот смотрите, интересная вещь. Это икона православная. Спаси и сохрани. Я ее положила. И тут же из другого ряда женщина попросила мне дать ей эту икону. Я отдала. Так что думаю, она не останется в ящиках. Видите, сколько всего. Просто глаза разбегаются. Хочется все посмотреть. А на рынке очень много продавцов. Надо всех обойти. Вот эта сухарница. Мне тоже очень понравилась. Старинная вещь. Рисунок такой скромный. Орешки. Какие-то фрукты. Английская тарелочка. Королевская почта. Серия. Спрашиваю, сколько стоит эта сухарница. Если честно, даже и не помню, сколько. По-моему, 5 евро, что ли. Что-то типа того. Но там был сильный исход золота по краю. Тут и ботинки лежат, и стаканы. Все вместе. Светильник очень красивый. Такой под бронзу или латунь. Для золы ведра. Всякая утварь. А вот куколки старенькие. Такая вот куколка. В каком-то непонятном наряде связанном. Замки и щипцы для десертов. И какие-то головы. Мясорубки тут же, видите. Вот сквояжек докторский стоит. Разная керамика. Керамические вазы большие. Тут же опять мясорубки. Это уже другой продавец. И металлические разные предметы. Стеклянные вазы. Керамические вазы. И картины, репродукции. Какие-то тоже. Не знаю даже для чего. Эти предметы из дерева. Какая-то кухонная утварь, наверное. Или что-то такое. Книги. Тут еще тоже какие-то. Может быть, имеют отношение к лошадям. Не знаю. Вот старая очень книга. С иллюстрациями. Такой вот альманах тоже. Годовой. Подобный у меня есть. Ну, все меньше таких книг остается. Так я уже каждый раз смотрю. Раньше прям коробками вывозили такие книги. Они лежали. А сейчас смотрю уже так. Всего несколько где-нибудь лежит. И все остальное уже исчезает. Чемоданчик с наклейками. Я знаю, что есть люди, которые просто вот так вот гуляют по барахолке. И даже ничего не покупают. Это просто такая приятная атмосфера. Все всегда какие-то такие радостные. при поднятом настроении. Атмосфера всегда очень приятная на блошином рынке. Продавцы часто тоже такие люди. Все приветливые в основном. Тоже в хорошем настроении. А вот этот был продавец с большим количеством коробок. Очень разные интересные вещи. Наверное, вот эта доска для тостов. Как вы думаете, что это такое? Мне кажется, там чего-то не хватало. Там была какая-то дырочка сбоку. Вот основа часов. Много-много всего, видите. Тоже какая-то голова. Очень тяжелая, неподъемная, металлическая. Здесь мне понравились объемные картинки. Кто-то, видно, сам их лепил. Делал такие композиции. Чайники, кофейники. Там вот есть даже статуэтки. Тут же лежат, видите, лейки цинковые. Наконечники от лейк. Все вперемешку. Набор для специй. Лампы, утюги. Время-тременно камера у меня куда-то улетает в небо. Но это я так снимаю. Хочу хоть постараюсь что-то снять, но там сильно в открытую не поснимаешь, потому что я уже рассказывала, не все адекватно реагируют на это. Вот старинные тарелочки тоже попались мне в коробке. несколько штук без фирмы, но видно, что это старина. Очень красивый рисунок. И очень приятная рюмочка ликерная или для шнапса. Такая вот непонятная цена на ней стоит. Но я все осматриваю, думаю, купить мне или не купить ее. Какая-то вот она такая старинная, мне кажется. Там еще было много разных стеклянных предметов. Но обнять, не объять необъятное, очень сложно на рынках. И молочник тоже мне понравился. Такой вот сделан он под старину, хоть и современный. Журналы, елочные игрушки. Тоже красивая тарелочка. А вот эти подсвечники попадаются мне постоянно на каждом блошином рынке. Вот ваза с кобальтовым рисунком. Настоящий кобальт. Здесь должна быть крышка, вот видите, сколы. Иногда попадаются совершенно непонятные предметы. Но надо идти дальше. Долго не задерживаешься на таких предметах. Рынки большие. Вот смотрите-ка. Совочек и щетка в стиле Югенд Арнуво. Симпатичная вещь. Очень сильно пошарпанная, конечно. Но прям, смотрите, оригинал своего времени, я думаю. Какой-то легкий металл. По-моему, щетка из натуральной щетины. Ой, какое блюдце красивое. Вот тоже интересная вещица из дерева с собачкой. Тут же, видите, и футляр есть. Вот какое-то кольцо у нас для салфетки. Типа под серебро. Всякие мелочи. Вот тоже что-то интересное с кошечками в корзинке. С кубочком. Тут же, видите, и фотоаппарат в футляре какой-то старый. Ой, здесь сколько всяких мелочей. Разве все успеешь посмотреть вот так вот за один поход? Нет, совершенно невозможно пересмотреть все. Третья фильмы, по-моему. Такая вот куколка для кукольного театра надевается на руку. Книги, много книг и лампочки, керамика. Тут же фарфоры, чего только нет. Вот, вы смотрите, две сервировочные вилки. Так, в 70-х годах где-то. Кувшин такой вот необычный. С Эдельвейсом и горячавкой. Такое неожиданное цветовое решение. Такая книга. Царь горы. Царь черных гор. Банки для заготовок со стеклянными крышками. Вот это вот основание для лампы керамической. Или нет, фарфоровая. Графан Генненберг мне понравилось. Только подобрать амплафон для такой лампы. И все. Думаю, что она рабочая. А это винтажные подставочки под бокалы. Плетеные. Прям настоящий винтаж. Такое красивое блюдо стеклянное. А это набор для вышивания подушечки. С нитками. Такие вот, видите. Крупные цветы. Вот еще нитки дополнительно. Такой вот подарочный набор написано. Это еще старая книга. Прям старинная даже. Я всегда ищу какие-нибудь интересные иллюстрации. В этой книге были интересные иллюстрации. Ну вот и подходит уже мой поход к концу. Посмотрите, какую красоту я нашла в самом конце. К сожалению, эта чашечка была вся в сколах. Но я думаю, что вы видите уже какая-то красота. Очень старинная фирма Weimar. И то, что целая, конечно же, я забрала с собой. Спасибо за ваш лайк под этим видео. Будьте здоровы. И до новых встреч в моих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok